5 километров до школы пешком, да еще и по бездорожью. Именно так вынуждены добираться к знаниям детей из дачного общества «Аграрник» в Хасавертовском районе. Родители отчаянно выпрашивают у власти транспорт для безопасной доставки детей до образовательного учреждения, а школьники тем временем готовятся преодолевать полосу препятствий. Что об этом думает администрация и есть ли свет в конце тоннеля, смотрите в нашем следующем сюжете. Любой пьяный, не трезвый, без документов человек может проехать, забрать, уфаковать ребенка и никто об этом не узнает. Это самый такой, не знаю, как в фильме говорится, 13 район. Он никому не нужен, здесь нет никаких условий и мы никому не нужны. Терпение отчаянных мам на исходе – проблема, которая уже более 10 лет никак не двигается с мертвой точки. Начало учебного года здесь не ждут, а опасаются. Проходить этот ежедневный утренний квест по кочкам и колдобинам детям не под силу. Да и для родителей думать о том, как ребенок пройдет эти злочастные 5 километров занятия нервозные. Платить за каждого ребенка по 20 рублей жители поселка не в состоянии. Дело в том, что большая часть местного населения находится за чертой бедности. Почти каждую семью обеспечивают благотворительные фонды. Восемь мальчиков у меня, шестеро ходят в школу, маленькие двое не ходят. Остальные ходят. Конечно же, тяжело нам, без транспорта выделили бы, хорошо было бы. Сегодня я скажу мамочке, дай мне 2 800 сделать эту дорогу. Ни у одной матери нет денег. В школу собирают детей в фонды. Это 50-60% самые нищие люди в моем поселке живут. С кого я соберу эти деньги? Пять детей у одной матери ходят в школу. 20 рублей туда, это 100 рублей туда и 100 рублей обратно. Откуда возьмет мать, которая пятерых детей собрала в школу через Инсан, соберет эти деньги? С этой проблемой родители обращались во все инстанции. Писем у них целая папка, но результата пока нет. Чтобы выяснить, будет ли, мы пригласили на встречу с местными жителями представителя управления образованием города Хасавюрта. Этот вопрос никто в сторону не убрал. Этим вопросом сегодня также занимаются. Очень много школ, которые также нуждаются в автобусах, но их нет. Как будет автобус? Мы обязательно дадим вашей школе. Но сегодня вам сказать, что я завтра вам автобус, мы выдадим, чтобы ваши дети ездили, мы не можем вам сказать. Причина томительного ожидания в том, что эта земля в 90 гектаров не имеет правового статуса. Формально она находится в составе Хасавюртовского района, но юридически является землей федерального значения, так как относится к лесному фонду. Кроме вопросов с транспортом, здесь целый букет проблем. Нет воды, света, да и дороги оставляют желать лучшего. Каждая болевая точка этого места упирается в то, что у поселка нет правового статуса. Этим вопросом не первый год занимаются в администрации района. Федеральная земля, это не республиканский лесной фонд. Вывести из лесного фонда и перевести это на уровне правительства Российской Федерации решается вопрос. Мы все правовые документы, которые нужны, мы подготовили. Возродили садоводческое общество, оградник, они сами жители возродили это правовое общество. По рекомендации, обращение было к прокуратуру, прокуратура дала свои рекомендации. Эти рекомендации тоже выполнили и были отправлены, соответствующие письма, комитет лесного хозяйства. Все документы со стороны администрации района отправлены. Теперь остается ждать решения федеральных властей. И только после получения правоустанавливающих документов на эти земли, здесь станет возможным обустройство всей необходимой инфраструктуры. Что касается главной проблемы местных жителей на текущий момент, обеспечения транспортировки детей до школы, то в районной администрации нас заверили, что соответствующая заявка в Минобор уже отправлена. Однако уже завтра, 1 сентября, а вопрос, увы, все еще не решен.